Да, мы такие молодцы. Добрый день, дорогие друзья! И вот я хочу вам напомнить о том, что наш фестиваль подошел к своему логическому завершению. И сейчас мы беседуем с председателем жюри, композитором, поэтом, детским поэтом Ириной Тумановой, которая явилась подвижником нашего конкурса, которая стояла во главе. И, конечно же, сейчас со всеми членами жюри еще и еще раз подводили итоги. Ирина Геннадьевна, ну, ваше впечатление, ваше мнение, все говорят, было нелегко. Ну, год из года, и уже третий год, и, надеюсь, мы подойдем к юбилейным нашим вершинам, движемся вот вместе под этим великолепным звездопадом. А этот год непростой. Мы онлайн ловили на лету таланты, и оказалось, что так много их, вот, и быть жюри в такой ситуации оказалось тяжелее, чем на обычном конкурсе, когда мы все сидим в зрительном жале. Вот, тем более, что дети крайне разноплановые. Там и драматургия, кто-то рокер, кто-то берет песню из мюзикла. Есть у нас ребята, которые поют под гитару. Девочка, которая делает все сама, одна, там, где-то выставляет маленький свой телефон, а где-то видно, что поработала вся семья. Кто-то присылал видео с концертов. Кто-то учится в школе, а кто-то только начинает свои шаги в домашних, художественной самодеятельности и караоке. Поэтому было разобраться и как-то правильно понять, это было очень сложно. Дети разных возрастов, здесь мы разобрались. Разный репертуар, все это замечательно. Ну, например, малыши, вот, маленькие ребята. Ну, много у нас, сколько каких-то списков мы держим в руках. Только здорово с малышами, их было не так много, человек, наверное, 8 всего, они удивительные. И если вы смотрели, я думаю, что вы с нами согласитесь, что лучше из лучших, очень сложно. Я думаю, что мы выделим все-таки самый маленький участник. Значит, был прекрасный дуэт незабудки шестилетки, да, и все наши ребятишки, которые еще даже разговаривают, помните, классный конь, как хорошо вот пела девочка, да? То есть он был красный, но у нее был классный, потому что она очень маленькая, злотова, Ульяна. Да, в этом очарование возраста, и поэтому эти моменты, к сожалению, не повторятся. Но мастерство будет расти, будет расти интонация, будет чувство ритма улучшаться. Надо только немножко потрудиться, и мы вас снова ждем на следующий год. Да, вот наши маленькие звезды, Блохин Кирилл про лошадку, великолепно спел. Лошадку даже в кусты поставили, помните, Бодожапова Ума, без микрофончика, очень старательно, спело, вот, хочется узнать, кто педагог, я думаю, мы свяжемся, и какие-то рекомендации. Гераськина Неля про бабулечку великолепно спела, да еще и плясала. Бабулечка там наверняка сидела рядом. Да, 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 вот, жесткова Лера, какая хорошая дикция, чистенькая интонация. Зотова Улечка, мы уже говорили, немножечко прямо вот она вся постарается, подрастет и будет еще лучше. Денис Новиков занимается, в прошлом году я видела мальчика. Да, это уже старшая группа Денис Новиков. Постарше, постарше, мы его отметили. Да, да, я отметила, вот себе, я бы вообще поставила отлично. Но, в принципе, я скажу всем родителям, у нас обратная связь будет работать, потому что в этом году было вот непросто, и мы готовы дальше продолжать эту работу, подсказывать и детям, и родителям, как-то направлять, задать какой-то вектор, вот, может быть, что-то подсказать, потому что очень много было в жюри действительно профессионалов, вы это знаете, вы тоже с этим можете познакомиться, каждый член жюри что-то рассказал о себе, и мы готовы вам помочь. Вот. Будьте любезны, кого хотели бы еще отметить? Я тоже очень внимательно смотрела. Вот-то я не помню, Тимур, такой рокер, такой в кепке, вот, значит, Денис Новиков, Марусь Сулейманова, очень неплохо, очень неплохо. Понравился мне дуэт в Тайвань. Вот, ну, правда, я бы им немножечко свою песню, вот, из этой книжки, раз-два-три песенки предложила бы, школьная любовь им, то есть о любви, но вот ближе. Красиво, красиво очень спели. Поэтому здесь, конечно, очень большой список. Я вижу, у вас запись на, вот, девочки. Крамских, Олеся, Крамских, да, ну, очень неплохо, я бы сказала. Вот, и тоже чувствуется, что занимается. Вот, и мне было бы потом интересно, поскольку мы, мы все равно, мы немножко камерно, но мы все равно еще пока на удалении. Потом приду, когда откроется Дворец культуры, Дворец молодежи, и поинтересуюсь, с кем занимается. А вот девочка Калантаевская, Варя, да? 13 лет, да, я вот себе выделила, вот, ну, есть, да, очень перспективная девочка, и хотелось бы, чтобы она продолжала работать над своим бокалом, над своим мастерством. Очень хотелось бы, конечно, я еще раз говорю о том, что мы опять сейчас закопались, у нас только записей. У нас были дуэты, прекрасные дуэты, разные дуэты, и очень были хорошие. Да, да. Такие вот Милана Минакова с Машей Белли Мироновой, школьные девочки-школьницы, дуэт был великолепный. Было очень много, я думаю, что вы посмотрите, и практически все мы их отметили. Были ансамбли, были квинтеты, квинтеты и домашние постановки, прямо театральные. Тоже было интересно смотреть. Понятно, что где-то там можно что-то доработать, но костюмы были великолепные. Видно, что это или родители, или же это руководители коллектива постарались вместе с детьми. А вот вы помните, я не знаю, откуда был коллектив, который снимали про «Пусть всегда будет солнце» пели. Ой, они, да, речь ее, по-моему. Да, они как раз сделали, как это сейчас онлайн, великие политики и великие звезды. Можно посмотреть на телевидении, они очень синхронные, слаженно все, дикция очень задорная. То есть записывались отдельно, но, наверное, кто-то поработал, смонтировали, и очень-очень это было приятно и красиво все это смотрели. И дети хроматые коллективы, «Веселые нотки», из Назарьева прекрасный коллектив. Я думаю, что они к нам тоже обязательно еще подъедут. Лера Самойлова. Сайкова. Сайкова Лера. Ну вот мне тоже очень понравилась и подтанцовка, и как бы все гармонично выстроено на сцене. Да, припеве очень хороший, как-то вокал. Ну, опять же, когда берем с концерта номер, то не всегда и звук выставлен. Мы видели, это многое, как бы часто так было, пропадает, потом появляется. Вот, конечно, вот мы говорили... Да, я хочу сказать, что еще в чем плюс, мы могли это во времени немножко растянуть и больше проанализировать. Иногда на живом концерте от такого объема исполнителя теряешься, и не всегда... А тут мы не спеша послушали много записей, отсмотрели материалов. Можно это повторить, послушать. Да, да. Кстати, это не самый плохой формат. Вот мне очень понравилась Дементьева Катя. Чем понравилась? Ребенок спел очень чистенько. Постарались родители, нарядили. Как это красиво. Проинтонировали практически без аккомпанемента. Чистый, чистый звучок. Очень приятно. И такой красивый поклон в финале, да. Тихонова Агата. Мы думали, это детский сад. Я вот тоже думаю, мы посмотрим, оттуда ребенок. Да, да, да. Посмотрим. Интересно. Но все-таки вот очень хотелось вот Гордонова, Таисия. Мы к ней возвращались несколько раз. Вот сильная девочка с концерта. Я бы вот, да, Таисия, я жду твоего звонка. Вот, потому что очень такие джазовые, мощные композиции. Даже взрослые с ними не справляются, но на детскую тематику. Вот так у меня получилось, написано. И вот Таисия, она могла бы попробовать. Было бы очень интересно услышать в ее исполнении некоторые композиции. Я просто еще раз хочу сказать о том, что мы смотрели каждого ребенка. И на каждого ребенка у меня просто есть какая-то рекомендация. Вот набираем Красного Лиза. Чистенько. Работать нужно. Просто была не очень хорошая аппаратура. Милана Любчанская. С концерта номер. Ну, плохое видение. Хотя, в принципе, вот движется ребенок чистенько. Но еще хочу сказать. Вот есть детки, которые очень статичные. Есть детки, которые просто вот так стоя стоят, кажется, до конца уже не выдержишь. Вот. А есть те, которые яркие, красивые, постановочные номера. Вот Таисия Папеску. Народные костюмы. Хорошее звукоизвлечение. Играют. Хороший номер. Грамотно поставлен. И о каждом. Вот Калантаевская Варечка. Вот мы тоже говорили репертуар. Можно. Песня о любви, но у нее... У нас, получается, и народники были, и, да, эстрадные вокалы, бомбарды, мюзикл, вот, драматургия. Вот очень разнократно. Да, мы с вами вот посмотрели тоже вот интересный номер со взрослыми. Вдохновение коллектив, где ребята из средней группы. Ну, вообще великолепно. Смотришь, как картинка. Ну, там целый вот как бы маленький такой статистик. Да, очень. Это очень интересно. Я очень боюсь кого-нибудь забыть. Милана Беноковова, наша яркая, красивая девочка. Брезы, безусловно. Мы готовы видеть, да, у себя в школах. Вот, и осенью снова просто... Романенко Маргариточка с танцем. Она старалась, прям, принцесса такая маленькая. Помните, вот, ну, настолько, я очень боюсь, Лерочка Будаева. Мы уже не... Очень волновалась. Ну, какая красивая девочка, красивый костюм. Она очень-очень старалась. Ну, в общем, ну, я не могу даже кого-то... Желтакова Ульяна. Жалко кого-то не назвать. Да, Желтакова Ульяна тоже вот как бы интонировала чистенько, но старалась прям попасть. Больше она играла. Вот, и Мильников Алексей. Великолепный. Великолепный. Великолепный, да? Великолепный. Мильников. Ну, и я хочу, что сейчас вот так вот всё выложено, чтобы дети тоже себя сравнивая, не сравнивая, просто понимали. Кто-то уже поучился в школе. Кто-то музыкально учится, да. И есть к чему стремиться. То есть не надо расстраиваться, если вы видите, что там кто-то спел лучше, чем вы, малыш. Вот я обращаюсь к малышам. Это просто видно, что кто-то не сможет без песни, да. И, значит, надо позаниматься. Поэтому надо искать школу. Вот великолепные песенки. Много песен вы исполнили из мультфильмов тоже. Но мы предлагаем, что возвращайтесь к детской песне. Вот Дариночка пела великолепную песенку про улыбку. Это хорошо и хочется создать настроение. Но есть ведь много новых добрых песен, которые мы можем петь. Мы ещё с вами, когда смотрели, вспоминали мальчика с такими щеками. Ну, в прошлом году, по-моему, тоже был. Тоже он был, да. Да, да. Ну, Никита. Никита Ионов. И был ещё у нас один мальчик в таком же тоже. Со школы, с музыкальной. Ю-ю-ю-ю-ю-ю. Не могу сейчас найти его. Да, я думаю, что обязательно. Я вижу, прям в глазах стоит. Да, я понимаю. Красивый парнишечка такой. Тоже интересный. То есть мы могли бы уже даже создавать какие-то дуэты, может быть. Потому что дети очень талантливые. И, конечно же, очень бы хотелось, мы бы, если сделали какой-нибудь финальный. Или один большой концерт. Но и каждому ребёнку мы желаем. Желаем, да. И готовы выручить. Процветания. Да, процветания. Как-то вот не теряйтесь, занимайтесь этим прекрасным делом. Потому что музыка нам помогает. Особенно песня помогает. А в такой трудный период, когда вы, дети, остались наедине со своими родителями практически круглосуточно, песня просто нам, в общем-то, вытянула нас из этой сложной ситуации. А вот вы, помните, мы с вами когда смотрели, отмечали артистичной Рябинина Софья. Вот она прямо на диване сидела, помните, да? Шикарно ведь она. Она была такая, я бы сказала. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. С неё прямо будет артистка. Августина Васильева. Студия Страна Чудес. Смешанная группа. Ну, как бы вот хочется многим какие-то ещё пожелания, какие-то рекомендации. Это всё мы с вами индивидуально, уважаемые родители, на нашу почту пишите. Я хочу, например, узнать, какие рекомендации коллективу Аксоль, да? Что вот о них? Хорошие костюмчики написано, да? Даже бэк хороший там прописан в уголосе. Дикции чуть-чуть добавить, великолепный коллектив, прекрасный, грамотный, да. Вот эта ситуация, когда мы имеем вот такие видео, каждый у себя в компьютере, вот, мы можем проанализировать. И мы все действительно писали, поэтому... Балашов Данил с гитарой. Ну, сколько уверенности. Что же он там играл? Мой мальчик, молодец. Что он будет вытворять ещё через год, я представляю. Научится играть на гитаре и будет, да? Ну, вот просто боюсь кого-нибудь забыть. Ну, очень-очень хочется с Шахина, Анечка, вот, честенький звучок, да? Я боюсь, что всех мы всё равно не сможем сейчас назвать. Но очень бы хотелось вот поблагодарить ребят, ребяточки, родители, да? Да, и присылайте ещё свои песни, потому что, в принципе, мы на этом, так сказать, просто конкурсе не останавливаемся. Песня будет продолжаться, сейчас вон какое лето, начинает вот всё в цвету, вот, пойте. Вы вспоминали Русяева Даши, по-моему, которая сама себя снимала. Вот она... Ну да, я сказала, что... Прекрасная, далёкая, по-моему, пела. Очень хорошо всё спело и грамотно, но видно, что девочка сама, вообще ей респект, потому что в таких условиях это сложно. У меня у самой всё время телефон заваливается, то вправо, то влево. Но она просто хорошо спела и тонация, и ритм, и душа. Да, вот Вазин Паша, откуда, мне тоже интересно, занимается очень старательно, хорошая дикция, тоже вот надо прямо чуть-чуть поработать. Дуэтик вот Дарина Владислава Коженникова. Мы просто хотим ещё раз сказать, что семьи принимали участие. Я-то говорю, что здесь все собрались, вся семья, и невзирая, так сказать, не рассорились там и не разошлись по разным углам, а наоборот, объединились и дали возможность своему ребёнку преподнести материал на этот конкурс. Это очень дорогой стоит. Ирина Геннадьевна, спасибо вам огромное. Я знаю, что каждый у нас в сердце, уважаемые родители, вдруг кого-то не назвали, вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Во-первых, я хочу вам сказать, вы можете нам позвонить, пишите, и мы о вашем ребёнке можем рассказать. А ещё интересно, может быть обратная связь, как вы, вы можете о своём ребёнке рассказать нам, и мы можем знать, у одного есть возможность, у другого есть только желание. Опыта нет какого-то. Нет никакого опыта. С одним занимаются очень много педагогов, у другой нет такой возможности где-то в деревне. Да, я очень сожалею, я сейчас хотела назвать девочку, которая прислала нам своё видео из Удмуртии. Да, девочка великолепная, очень яркая, Ратникова, по-моему, где-то мы записывали. Колоритная, в красивом костюме, такая вся харизматичная. Ну, я думаю, что об этом, да, мы ещё индивидуально расскажем. Педагогам, Полубелов Анатолий, огромное спасибо, директорам учреждений культуры, огромное спасибо, кто принял участие. Детские сады мы с вами смотрели, школы, общеобразовательные и музыкальные. В общем, смотрите, какая география. География и жанровость, и целевые исполнители из разных мест, то есть это уже и школы, мы уже берём коллективы, детские, ну, вот всё, что ты рассказываешь, первый год такого не было у нас. Да, большого количества участников было более точечно, там, из двух-трёх, ну, где-то здесь поблизости, а сейчас вот уже практически в рамках страны мы расширяемся. Спасибо, Любовь Ивановна, за ваше вдохновение, да, за ваш труд, да, спасибо. Ирина Геннадьевна, председатель жюри нашего детского вокального фестиваля «Звездопад». Ещё раз не говорим вам, прощайте, потому что 8-го числа мы уже планируем включать дипломы. Очень ждём ваших отзывов, и обязательно, не стесняясь, перезвоните и спросите о своём ребёнке. Как, что, какие рекомендации, какие пожелания, всё у нас на почте. Вы все великолепны. До новых встреч.